МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Ольга Генералова. Сегодня в выпуске. В Гонконге протесты переросли в столкновения. Езиды рассказали о зверствах ИГИЛ. Цены на нефть продолжают падать. В Гонконге третью неделю продолжаются продемократические протесты. В понедельник полиция начала разбор баррикад демонстрантов, чтобы освободить автотрассы. Не обошлось без столкновений. Ночь со среды на четверг стала второй подряд, закончившейся для продемократических протестующих в Гонконге столкновениями с полицией. Медики-волонтёры сообщают о нескольких раненых со стороны демонстрантов. Один человек госпитализирован, в каком состоянии – неизвестно. Полицейские снова пустили в ход перечный газ, когда более сотни студентов попытались вытеснить их с места недалеко от трассы, рядом с правительственными зданиями. Стражи порядка уже несколько дней разбирают некоторые баррикады демонстрантов, освобождая дороги для движения автотранспорта. Протестующих блокировали, и те раскрыли зонтики, чтобы защититься от жгучей жидкости. Тем временем, по меньшей мере, две тысячи демонстрантов продолжают оставаться в других протестных точках в центре города, включая главный палаточный лагерь на восьмиполосной автотрассе в районе Адмиралтейства, где расположены офисы правительства. Днём ранее, в ходе столкновения и заблокирования тоннеля, полиция арестовала 45 протестующих. Позже местный телеканал показал видео, на котором полицейские избивают одного из демонстрантов в тёмном углу. Это вызвало новую волну негодования среди общественности. Сотни социальных работников вышли к зданиям правительства с протестом против жестоких действий полиции, назвав их незаконными и неоправданными. По словам властей, ответственные за избиение безоружных демонстрантов уже сняты с должностей и понесут наказание в соответствии с законом. Многотысячные протесты в Гонконге продолжаются уже третью неделю. Протестующие студенты требуют прямых выборов главы администрации Гонконга вместо того, чтобы кандидатов на пост отбирал Пекин. До 1997 года Гонконг был британской колонией. Потом он был передан под управление КНР с условием, что получит статус специального административного района по принципу «одна страна, две системы». Благодаря этому регион пользуется относительными свободами, которых нет в материковом Китае. При этом на протяжении всех этих лет многие гонконгцы, особенно молодежь, продолжают обвинять коммунистические власти в Пекине в том, что те пытаются внедрить здесь свое политическое и идеологическое влияние. Этническое меньшинство езиды лично рассказали о зверствах боевиков исламского государства правозащитникам из Human Rights Watch. Организация выпустила свой отчет. Езиды, которым удалось бежать от боевиков исламского государства Ирака и Леванта, лично рассказали о пережитом. Опрос провела международная правозащитная организация Human Rights Watch. Она пообщалась с 76 представителями этого курдского этнического меньшинства в лагерях для беженцев в иракских городах, включая Дахук, Заху и Ирбиль. Свой отчет она представила 12 октября. По данным правозащитников, в плену у ИГИЛ на подконтрольных боевикам территориях в Сирии и Ираке остаются сотни езидских мужчин, женщин и детей. У одних только опрошенных – это 366 родственников. Боевики заставляют мужчин обращаться в ислам. Отказавшихся – убивают. Молодых девушек и женщин отделяют и забирают с собой. «Они пришли и окружили наш дом. Они разделили мужчин, женщин и девочек. Они приказали нашим мужчинам принять ислам, но те отказались. Они посадили девочек в три машины и увезли». 17-летняя девушка рассказала, как большой мужчина с бородой выбрал её среди молодых пленниц в Масуле. После чего её вместе с ещё одной невольницей увезли в город Эль-Фалуджа. Через два дня им удалось сбежать. «Они забрали с собой всех девочек. Мужчин убили, а женщин оставили. Они били нас, чтобы заставить нас подчиниться им. Мы всеми силами пытались не дать им трогать наши тела». Другой 19-летней Езитке удалось сбежать в конце августа. Она провела в плену несколько недель. На её глазах в их деревне у города Синджар убили её мужа. По её словам, боевики заставляют девушек выходить за них замуж, устраивая массовые свадебные торжества. «ИГИЛ искал женщин. Они забирали их для себя. Со мной было 40 женщин. Некоторые из них были уже замужними. Боевики бросали в нас конфеты, стреляли в воздух и танцевали со своим оружием». 28-летний мужчина, которому также удалось сбежать, рассказал, как его на массовой церемонии обращали в ислам вместе с ещё двумя остами езидами. «Они спросили у нас, есть ли кто-то, кто не хочет обращаться в ислам. Конечно, если бы кто-то отозвался, его бы убили. Никто не посмел отказаться». Мальчиков боевики часто увозят с собой. «Там было 14 мальчиков возрастом до 15 лет. Некоторым было 8 лет, некоторым 10, другим 12 или 13. Боевики сказали, что заберут их с собой. Мы испугались. Братья мальчиков спросили, куда вы собираетесь их забрать. Шейх сказал нам не бояться. Он сказал, мы заберём их учить Коран и научим их пользоваться оружием в джихаде во имя Аллаха». По данным ООН, начиная с июня, более 500 тысяч езидов и представителей других религиозных меньшинств бежали от наступления ИГИЛ на севере Ирака. Боевики этого направления ведут себя ещё более жестоко, чем Аль-Каида. По словам свидетелей мужчин, которые отказываются принять ислам, расстреливают с близкого расстояния. Женщин и детей хоронят заживо, некоторых обезглавливают. Угроза в отношении езидов была одной из причин, по которым США начали воздушные атаки по боевикам ИГИЛ в Ираке. На нефтяном рынке продолжает снижаться стоимость барреля нефти «Брент». Подробности далее. Цены на нефть марки «Брент» упали до рекордного минимума за последние три года. Ещё в середине июня она стоила 115 долларов за баррель. Теперь же баррель «Брент» подешевел более чем на 20%, потеряв в цене около 30 долларов. По мнению экспертов, падение цен на нефть обусловлено растущим увеличением добычи в странах ОПЕК. На этом фоне мировое предложение нефти превышает спрос на неё. Негативную роль также играет снижение роста макроэкономики. «В 2013 году и в начале 2014-го был довольно значительный спрос на нефть. А потом ситуация изменилась на противоположную из-за того, что в Азии и Европе сокращаются ожидаемые объёмы закупок». Некоторые аналитики также полагают, что падение цен на чёрное золото создано искусственно. «Мы в состоянии ценовой войны. Предложение превышает спрос. И я думаю, это прежде всего план Саудовской Аравии по подавлению разработок сланцевой нефти и добычи нефти в США. Но в какой-то момент мы достигнем самой низкой отметки – примерно 80 долларов за баррель». Инвесторы не ожидают, что страны ОПЕК сократят добычу нефти. По их мнению, её стоимость не повысится ещё длительное время. Такой прогноз – плохая новость для многих стран. Испанский город Порт-Мелилья в очередной раз подвергся массированной атаке африканцев. Есть пострадавшие. Около 300 нелегалов из Африки в среду атаковали тройное пограничное заграждение, отделяющее испанский город Порт-Мелилья от Марокко. Примерно 100 человек продолжали сидеть на заборе в течение нескольких часов. По данным местных властей, пять эмигрантов и пять гражданских охранников получили ранения. Эта массовая атака стала очередной попыткой африканских беженцев эмигрировать на территорию Евросоюза. Сделать это они могут, только попав в Мелилью или Сеуту. Эти принадлежащие Испании города – единственное сухопутное окно из Африки в Европейский Союз. В прошлом году 4 235 эмигрантов вплавь обогнули искусственный волнорез, разделяющий испанские и марокканские воды, чтобы попасть на территорию ЕС. Эта цифра увеличилась почти в два раза по сравнению с 2012 годом. Также ежегодно тысячи африканцев пытаются перебраться на испанскую или итальянскую территории на небольших судёнышках. Почти каждую неделю пограничным службам приходится спасать беженцев, тонущих в море. Часто мигранты всё же погибают. На эти рискованные действия нелегалов толкает надежда найти лучшую жизнь в европейских странах. Однако, чтобы эмигрировать в Евросоюз, ещё нужно доказать, что на родине им оставаться опасно. В Каталонии референдум о независимости заменят общественным опросом. К такому решению склонился глава правительства автономии. Жители Испании по-разному отреагировали на новость. Глава правительства Каталонии Артур Мас объявил о том, что автономия не будет проводить референдум о независимости. Вместо этого 9 ноября состоятся так называемые «консультации граждан». Для этого в регионе также откроются избирательные участки. Результаты опроса обещают обнародовать уже на следующий день. Такое решение вызвало среди каталонцев разностороннюю реакцию. Кто-то его поддерживает, а кто-то считает вероломным. Они снова встретятся, снова обсудят и достигнут договорённости. И мы увидим, если 9 ноября каждый каталонец захочет голосовать, даже если кто-то против, мы проголосуем. Это и есть демократия. Я думаю, что это предательство, грязный акт. Общественность подняла этот вопрос, но не получила никакого ответа. Это просто позорная театральность не только для каталонцев, но и для остального мира. Некоторые жители Барселоны поддерживают партию левых республиканцев Каталонии, которая требует от Артура Маса провозгласить независимость автономии без проведения референдума. Это был бы лучший способ двигаться вперёд. Я думаю, что направление левых республиканцев Каталонии – самое верное. Я думаю, что люди хотят в этот момент принятия решения, а не бумажной волокиты, которая, возможно, ни к чему не приведёт. Между тем, жители Мадрида в основном против референдума. Испания – единая страна и останется такой. Артур Мас имеет право проводить консультации, но не должен это делать, потому что они зависят от Испании, они её часть. Артур Мас начал это дело, а теперь убегает в сторону. Я думаю, что у них должна быть возможность голосовать. Это демократично, и демократия за это. Каталония намеревалась провести референдум о своей независимости. Однако испанское правительство обжаловало это решение в Конституционном суде страны. Согласно законам Испании, подготовка к референдуму и его проведение считаются незаконными, пока иск находится на рассмотрении в Конституционном суде. Каталония – это богатейший регион Испании. При этом каталонцы имеют собственный язык и культуру. Теперь же на фоне экономического кризиса в стране и отказа Мадрида дать автономии больше полномочий, движение за независимость Каталонии стало обретать всё большую силу. Далее в выпуске. Французы учат мир к культуре школьного питания. В Бразилии прошёл суровый марафон. Первая мировая война глазами детей-очевидцев. Британских пап обучают творческим играм. Пловцы доплыли от Кипра до Израиля, установив мировой рекорд. Причём у них была ещё одна более высокая цель. Израильские пловцы установили новый мировой рекорд. Истафетным плаванием команда из шести человек преодолела расстояние от Кипра до Израиля. Это 380 километров. Чтобы взять дистанцию, спортсменам потребовались пять дней и пять часов. Причём пловцы не молодые. Их возраст от 44 до 66 лет. Согласно правилам таких заплывов, и днём, и ночью в воде должен был пребывать один из участников команды. Они менялись каждый час. Таким образом, на каждого пловца в сутки приходились по четыре заплыва. Кстати, рекорд был побит лишь со второй попытки. В прошлом году заплыв пришлось остановить из-за шторма. На этот раз погода благоприятствовала, и команда сработала на отлично. Впрочем, установка рекорда была не единственной целью мероприятия. Невероятно! Команда пришла вместе. Я почти могу сказать, что было легко сделать это с командой. На самом деле было непросто. Но с командой оказалось легче. Наша цель – привлечь внимание Израиля и всего мира к тому, что нам нужны чистые моря. В порту Тель-Авива рекордсменов встретил министр по охране окружающей среды Израиля Амир Перец. Пловцов он порадовал сообщением о том, что власти планируют принять новый закон о запрете на полиэтиленовые пакеты. Именно на этот материал приходится огромная часть загрязнения мирового океана. Французы учат мир к культуре школьного питания. Недавно перенять опыт во Францию прибыла делегация из США. Американцы будут перенимать у французов опыт того, как привить школьникам культуру питания. С этой целью в Европу из Штатов прибыла целая делегация. Здесь, в одной школе в пригороде Парижа, для детей младших классов уже три года действует программа, цель которой – научить их ценить здоровую еду. Для этого отведён целый урок. Сегодня детям дают круассан. Их задача – исследовать его с помощью своих пяти органов чувств и записать ощущения. Ранее они уже делали подобное с хлебом и сыром. Мы используем пять чувств – зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Я использую свои пять чувств. Иногда вкусы бывают забавными, такими, которых я не знаю. Когда вечером дети идут домой, о чём они думают? О каком-то уроке, словаре, математике? Я не знаю. У меня есть отзывы родителей. Опыты в классе действительно могут немного изменить поведение ребёнка. Но я не пытаюсь совершить революцию в жизни их семей. Дело не в этом. Я хочу научить их быть любопытными, получать удовольствие за столом. Это нечто фундаментальное. В США процент детей, больных ожирением, более чем в два раза превышает показатели во Франции. Эта европейская страна всегда славилась своей культурой питания. Перенять опыт приехали сотрудники из области питания в школах из таких крупных городов, как Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес и Даллас. Я уверен, что путём обучения культуре питания в школах можно избежать плохих последствий переедания, ожирения, избытка натрия, всех тех вещей, которые становятся хроническими по всему миру, не только в США. В США мы впервые наблюдаем снижение показателей ожирения, и это впечатляет. И именно поэтому представители из больших городов приехали сюда изучить способы обучения молодёжи. Посредством этой сенсорной революции, размышлений о том, что ешь, вы меняете жизненные привычки каждого конкретного ученика. Помимо подобных уроков, есть и другие проекты, развивающие у детей культуру здорового питания. К примеру, их поощряют есть фрукты на переменах. В России продолжаются мероприятия в честь столетия с начала Первой мировой войны. Выставки, лекции на эту тему проходят почти во всех музеях страны. Наши корреспонденты побывали в самом главном музее столицы – историческом. Казаки и офицеры, бравые солдаты лихо врываются в бой. Эти детские рисунки написаны руками современников Первой мировой. Так мальчики 6-13 лет представляли себе только начавшуюся войну. Однако уже через несколько месяцев город наводнят раненые. Самые обычные трамваи станут перевозить искалеченных солдат. В историческом музее Москвы – ретроспектива жизни тех времен. Потому что те, кто был маленьким и пережил, и осознанно понимал Первую мировую войну, они уже были в какой-то вере инвалиды, калеки. Когда война началась, люди очень патриотично ее восприлили на ура. Что вот, наконец-то, война, сейчас мы победим революционную заразу сразу. Но оказалось совершенно не то. Тысячи, десятки тысяч после каждой битвы десятки тысяч было убитых. В этом году тема Первой мировой впервые отмечается так широко. Сто лет со дня начала первой, самой масштабной битвы тысячелетия. Конфликт назревал десятилетиями. Все крупные империи Европы желали передела колоний. Все знали, что когда-то это должно начать решаться, и война неминуема. Но никто не знал, что, например, поводом к войне станет убийство наследника автора Венгерского престола Франца Фердинанта. Убит наследник был 15 июня, и дальше целый месяц никто не знал, что разразится война, завтра, послезавтра, никто не думал. Очень быстро война из наступательной, когда в атаку идут по старинке строем, превратилась в позиционную, окопную. Орудия совершенствовали, бомбы начали сбрасывать с воздуха. Впервые Германия применила химическое оружие – ядовитый газ хлор. Солдаты почти мгновенно умирали от удушья. Вначале это были просто марлевые повязки, которые мало спасали. Но именно в России был изготовлен первый действенный противогаз Зелинского куманта, так называемый, угольный. И немцы долго не могли задуматься до такого же изобретения. Только когда вдруг им попал наш противогаз, они поняли, как это делается. Война длилась пять лет. Она унесла жизни 10 миллионов военных и как минимум 20 миллионов гражданских, которые массово умирали от голода и эпидемий. Если учесть, что общее количество жителей Земли век назад было всего полтора миллиарда, Первая мировая унесла жизни каждого четвертого жителя нашей планеты. Война не решает вопросов силой. Нельзя, извини, можно победить, понимаете? Можно победить штыками. Сидеть на них трудно, понимаете? Колятся они. А через 20 лет в Европе начнется Вторая мировая, еще более разрушительная. Историки полагают, причина ее в неизвлеченных уроках прошлого. В Бразилии в десятый раз состоялся суровый марафон. Участники бегут не по треку, а по настоящим джунглям со всеми их опасностями. Давайте посмотрим. Шесть, двадцать, ву! Начинается этот марафонский забег скромно, но впереди его участников ждут немалые испытания. Этот марафон ежегодно устраивают в амазонских джунглях в Бразилии. И его по праву можно назвать одним из самых суровых в мире. В этом году участвуют спортсмены из 17 стран, включая Австралию, Китай, Японию, Южную Африку, страны Европы, а также Россию и, конечно, Бразилию. Преодолеть нужно ни много ни мало 275 километров заповедника Топожож. Это отнюдь неровная дорожка. Участники пробираются через болота, реки и преодолевают высокие преграды. Полно здесь и других прелестей амазонских джунглей – насекомых, рептилий и колючек. И всё это в условиях очень высокой влажности. В этом году маршрут новый, что добавило сложности. Есть даже участок, который проходить позволяется только по двое или группами, потому что там встречаются ягуары. Ночью участники отдыхают и залечивают раны. До финиша в этом году доходит лишь 26 из 65 спортсменов. «За последние пару дней от меня ничего не осталось. Чувствую себя, как бомба на костылях. Физически меня сейчас уже ничего не поддерживает, только что-то внутреннее». Победителем этого года среди мужчин снова стал легендарный бегун из Гваделупы в виде Грега. Он уже выигрывал этот марафон в 2007-м. Среди женщин первой пришла британка Джози Бенсон. Этот марафон в джунглях стал уже десятым по счёту. В настоящее время клуб для занятий йогой можно найти практически в каждом крупном российском городе. Однако такую уникальную группу «Ягинь», как в Хабаровске, встретишь нечасто. Давайте посмотрим. Эти бабушки, возможно, не самые гибкие в мире приверженцы йоги. Однако они старательно выполняют растяжку и всегда остаются в форме. Три раза в неделю их можно застать в Доме ветеранов города Хабаровска. Эта группа образовалась несколько десятилетий назад, как команда бегунов. Но в итоге выбор пал на йогу. Стремясь глубже познать древнее искусство совершенствования, некоторые пенсионерки даже побывали в Индии. Однако профессионального инструктора у них всё же нет. А мы сами всё... У нас ещё один инструктор был тоже врач, но она была врач лечебной физкультуры. Они уехали с семьёй в Одессу. И стал вопрос, кто будет заниматься. Он, конечно, врач. Ну что, я, конечно, согласилась, но я там не очень, чтобы сильно продвинутая в этой йоге. Что могу, то и делаю, и девчонок. Но они у нас все подготовлены. Вы видели, да? 73-летняя Лидия Ильиных лет 20 назад заинтересовалась фитнесом. Однако йога ей понравилась больше. Для суставов у нас все упражнения, начиная со стоп и кончая вот пальцев рук и шея, всё. Пожилые женщины приходят в группу не только поправить здоровье, но и пообщаться. Многие довольны результатами этих занятий. Ну, конечно, я стала более активной. И я думаю, что будет всё хорошо. У меня болит колено, колено-сустав, и это заставило меня сюда ещё прийти. И я хочу, хочу очень-очень долго постоянно быть в этой группе и заниматься. Мне очень-очень нравится здесь. Занятия состоят из несложных физических упражнений, простых осан и медитации под релаксирующую музыку. Раньше в группу приходили и мужчины, однако со временем остались только женщины. Пока эта команда «Югинь» единственная в своём роде в регионе, поскольку ориентирована на пожилых людей. Самой молодой участнице группы 60 лет, всем другим уже за 70. В Австралии из-за наличия кошки в доме его продали более чем на 100 тысяч долларов дороже. Кошка вроде бы не расстроилась. Говорят, что кошка привязывается к дому, а не к людям. В таком случае австралийскую кошку по имени Тиффани не должно разочаровать решение её хозяев. Те на днях продали свой дом с аукциона вместе с четвероногой обитательницей. Причём именно за наличие в доме кошки они выручили дополнительные 123 тысячи американских долларов. «Мы в шутку сказали, что всем, кто приходил в этот дом, она нравилась. Мы сказали агенту, она прилагается к дому, ха-ха-ха. Мы и не ожидали, что в контракт будет вписан пункт, что кошка прилагается». При условии того, что кошка прилагается, дом с пятью спальнями продали за 2 миллиона 200 тысяч австралийских долларов. Это 1 миллион 940 тысяч американских. «У меня было много клиентов, которые грозились оставить в доме своих партнёров, но не животных. Такое впервые». Семейная пара присевали, теперь уже бывшие хозяева кошки утверждают, что любят животных. При этом, какое настроение теперь у Тиффани, пока не ясно. Вроде бы, она не расстроилась. В США выходные постарались провести и с юмором, и с пользой. Мужчины продемонстрировали ловкость и силу, перетаскивая на спине своих жён через различные препятствия. Давайте посмотрим. 50 мужчин, обременённых своей прекрасной половиной, преодолевают 250-метровую дистанцию на время. На пути их ждут не только ровная дорожка, но и грязь, и даже искусственный водоём. Так в США в минувшие выходные проходил 15-й североамериканский чемпионат по переноске жён. Шуточное соревнование родом из Финляндии, однако когда-то оно вовсе не имело отношения к веселью. Через подобные испытания в далёкие времена проходили те, кто хотел вступить в шайку легендарного финского разбойника Росворон Кайнена. Будущие грабители должны были доказать свою силу, и для этого перетаскивали на своей спине тяжёлые мешки с рожью или девушек из соседнего села. Теперь женщины участвуют в соревнованиях добровольно, а победителей ждут призы. Мужчины могут переносить своих супруг на плечах, но предпочитают эстонский способ. Он состоит в том, что жена висит на спине мужа вниз головой, обхватив его ногами за шею и руками за поясницу. В этом году победила пара из штата Мэн – Джесси Уолл и Кристина Арсена. Это совершенно невероятное ощущение. Мы, наконец, победили. Помимо титула победителя, Джесси Уолл получил в награду ящик пива весом с Кристину, а также чек на 482 доллара 50 центов. Не секрет, что воспитывать детей надо уметь. Но, как оказалось, даже играть со своими сынишками и дочурками тоже надо учиться. Лондонские папы уже получили такую возможность. Научиться сооружать ракету из пластиковой бутылки и кусочков картона – это задача, казалось бы, не для взрослых и серьёзных мужчин. Но всё меняется, если их дома ждут дети. В этом случае очень важно иметь больше творческих навыков, чтобы уметь играть со своими чадами. Так считают организаторы социального проекта, получившего название «Академия ПАП». Кроме того, согласно исследованиям, более 30% британских отцов мешают играть с детьми занятость на работе. «Когда возвращаешься домой, остаётся время только на то, чтобы уложить сына в постель. Потом приходят выходные, и надо что-то придумывать. Так что приезд сюда – хорошая возможность научиться мастерству, а потом поделиться умением со своим сыном». «У меня трёхлетняя девочка, ей это понравится. Будет весело, когда мы запустим её завтра». Занятие в «Академии для ПАП» проводит учёный и телеведущий доктор Янь Вон. «Главное, что формирует взгляд вашего ребёнка на мир и собственное образование – это отношение к нему родителей. Я учёный и люблю науку. И я надеюсь пробудить интерес к окружающему миру у своих детей. Я надеюсь, что и другие люди захотят того же». Занятия для любознательных ПАП проходят в Лондоне еженедельно. Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин